Друзья, всем привет, с вами Корвид, мы находимся в эволюции, целую сингулярить и продолжаем эволюционировать. Меня не было в игре знаете сколько? Знаете сколько? 26 дней, просто практически месяц не было этой игры у меня на канале. Но вы продолжайте писать, то есть многим понравилось мое прохождение, многие ждут этой игры у меня на канале, поэтому я решил сделать еще один видос. Тем более, ну типа прошло много времени, мне интересно сколько я заработал за это время очков вообще в этой игре. А заработал я тут очень много. 108 квадриллионов, которые мы сейчас удвоим с вами еще, да, и в итоге получим 217 квадриллионов. Это какая-то невероятная просто сумма. Ну то есть вот биллион это миллиард, ну если по-русски, да, а квадриллион это что-то, я даже не знаю сколько там нулей. Вот, поэтому будем получать, удваиваем эту тему. Это что у нас такое за вознаграждение? Непонятно, что это было за вознаграждение. Я помню, кстати, ребят, спасибо тем, кто писал мне под каким-то роликом, мне писали, кто-то написал прям, где найти все редкие достижения. Я, блин, только сейчас об этом вспомнил, что надо было зайти, наверное, перечитать и посмотреть в этом ролике все редкие достижения. Я помню, что это было, там что-то было на острове Дарвина, было что-то с обезьянами, какое-то достижение, были какие-то достижения, которые сложно выполнить, я помню, по-моему, одно или два было таких. Вот, ну в любом случае, в любом случае. Давай тогда мы с вами отправимся, попробуем найти редкое достижение. Оно где-то вот здесь, то есть на острове Дарвина, но проблема в том, что я не помню, как попасть на этот остров Дарвина. Я туда попал совершенно случайно, я не помню, как это сделать. Я нажимал куда-то вон туда на гору, как-то вот так вот, я помню, я кликал. И в итоге я на этот остров попал. Я не помню, куда я именно кликал, чтобы туда попасть. Я помню точно, что я кликал куда-то вот туда, вот так вот на гору. Просто совершенно случайно. И оказался на острове Дарвина. Ну вот я почему-то не могу сейчас туда попасть. Писали что-то по поводу деревьев, то что там вроде как какая-то обезьяна есть или около того. Не знаю, на деревья. Я вроде бы тоже кликал, и там, по-моему, обезьян я никаких не находил. А, во, остров Дарвина. Здесь вроде как что-то есть еще. Вот, смотри. Птица, да? Вот это, наверное. Тетропот. Чего? А, ну да, вот, все правильно. Я открыл это достижение. Вот он у нас с этими птицами. Но кроме них, по-моему, больше никого на этом... Э, куда? Вот почему он опять переместился? Как я туда попал опять? Подожди, я вот здесь кликал где-то. В зимнем биоме я кликал. Во. Ну, тут только птицы. Тут больше ничего нет. Статуи вот эту я кликал. Хм. Ладно. Наверное, там кроме него больше ничего нет. Может, где-то что-то под камнем есть. Не знаю. Крыска. Бамбук. Обезьяны. Может, тут где-то есть какая-то редкая обезьяна? Потому что, по-моему, мне писали что-то по поводу обезьян. Могу ошибаться? Ну, ладно. Давай посмотрим, что у нас там по эволюции. Значит, мы с вами находимся вот здесь. 221 квадриллион у меня. Я могу что открыть за этот квадриллион? Наверное, все могу открыть. Что-то было, я помню, очень дорогое. Я не помню, правда, где именно это было. Но помню, что что-то было очень-очень дорогое. Тут ничего нет. Там у меня все открыто. Черепаха, шесть... А, может... А, вот! Это, получается, квадриллион... Квантиллион, наверное, вот это. Сумма, согревание. Видишь, какая-то невероятная вообще цифра. Которой нет у меня сейчас. Пока в ближайшее время точно не будет. Так. Хостовые позвоночники. Ну, то, блин, это слишком дорого. Это слишком дорого. Ну, а мне-то, в принципе, тратить больше-то и не на что. Я могу попробовать здесь вот 151 аминокислота. Я могу попробовать просто побольше ее сделать. Допустим, до 200 прокачать. Может быть, это что-то откроет. Нет, это ничего, видишь, не открыло. Могу попробовать ДНК вкачать. Это тоже, как бы, ну, не особо будет дорого для меня. Я даже это практически не прочувствую. Но зато открою какие-то ачивки. А, вот тоже... Вот уже что-то там начал чувствовать. Да, есть такая тема. 200 тоже ничего вообще не открывает. Прокариотическая клетка почему-то написана через украинскую букву И. Так. Давай тоже соточку. Так, у нас открываются рибосомы. Их можно, кстати, вкачать. Крошечные частицы, которые помогают синтезировать белки и полипептиды в клетке. Рибосомы. Я помню, что это такое. Да, было в биологии. Так, значит, соточку вкачали. Теперь сюда давай вкачаем соточку. По соточке вкачать мне очков хватит точно. Так, у нас открывается фагоцитарная клетка. Тоже не особо дорогая. Фагоциты или белые кровяные тельца. Это клетки, которые способны поглощать другие клетки или вредные инородные частицы. И необходимы для выработки иммунитета. Вот так вот. Давай, погнали. Так. Хорошо. Давай теперь губку будем вкачивать тоже соточку. Действительно, настолько много у меня очков, что вот даже здесь вот я все прокачиваю до соточки. Я это даже никак не чувствую по тратам. Гермафродизм. Организмы, которые имеют полный или частичный набор мужских или женских репродуктивных систем, гемафродитами, например, являются рыба-клоун, дождевые черви и улитки. Так. Дальше что у нас? Медуза. 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 Мои друзья. Давай, медуза. Тоже соточка. Биолюминиссенция. Некоторые существа способны излучать свет своими телами, используя ферментокаталистические реакции в телах. Качаем. Тоже недорогая. Блин, прикольно, прикольно. Полоский червь. Тоже до соточки давай. Двинем. Хватит? Конечно, хватит. Вообще не чувствуется. Так. Трехслойная кожа. Ой, это что такое? В отличие от губок и медуз. Плюс плоские черви обладают слоем организованных клеток между их внешней мембраной и внутренняя оболочка пищеварительного пространства. Качаем. Так. Рыба. Делаем большое количество рыб. Глаз. Глаз развился из пигментного пятна и представляет собой круглый железообразный орган. Он преобразует свет в электрический сигнал от сетчатки к мозгу. Эти сигналы превращаются в изображение, позволяющее нам видеть. Напишите в комменты, ребят, какая ваша самая любимая рыба. Вот кто любит рыбу, там, не знаю, жареную, вареную, консервированную. Напишите, вот какая вот из всех вообще рыб у вас самая любимая. Моя же самая любимая это жирненький жареный карп. Обожаю. Просто. Ой, это такое. Ой, просто блаженство. И какой-нибудь типа форель. Вот что-то такое. То есть на хлебушек, там, с маслицем. Форелька вообще офигенно. И жареный карп. Это вообще бомба просто. Пушка. Качаем глаз. Двигаемся дальше. Тетропод. Тетропода качаем. Тоже по очкам не чувствуем. Хорошо. Бэм. Линька. Когда рептилия перестает, перерастает свою старую кожу, она должна сбросить ее, чтобы продолжать расти. Окей. О, тут, кстати, дорого стоило. Два квадриллиона. Ну как, ну типа, относительно, конечно, дорого. Так, тут у нас зимняя спячка. Она достаточно дорогая. Ее мы брать не будем. Она мне особо даже ни на что не повлияет. Как вот это открыть? Пока непонятно. Вот это вот. Вроде тут все тоже вкачал, но почему-то не открывается. Видите? Возможно, надо млекопитающее как-то больше вкачать. Не знаю, там в 200, в 300 очков. Хызы. Ой, слушай, а обезьяны прям чувствуются уже. Ну да, до соточки добьем. До соточки добили. Неокортекс. Очень дорогой. Часть коры головного мозга, который контролирует зрение и слух у млекопитающих, давая им эволюционное преимущество над другими животными. Но это, конечно, стоит уже прям капец как дорого. Вот. Что еще из этого можно вкачать? Я не знаю. Человека можно, например, докачать до полтинника. Открывается решение проблем. Человек будет эффективней. Я думаю, что мы чека можем вкачать, допустим, 55. И все. Вот. Оставим какое-то количество очков на следующий раз. Если он будет, если вы меня будете поддерживать, ребят, конечно же. А вот. Чего у нас там дальше? Так, сейчас 5 сек. Что-то мне тут кто-то написывает. Что-то хочет от меня. Так, все, окей. Двигаемся дальше, значит, у нас. Мы переходим вот сюда, в развитие. И мы остановились с вами на науке эволюции. Открываем науку эволюции. Люди объявляют магию вне закона и начинают упорядочивать окружающий мир. Бэм. Научная революция. Отлично. Так, ну у нас уже, видишь, куча всяких штукенций имеется. Секстант. Симуляция нашей вселенной. И какая-то книжка. Прикольно. Только тут, только непонятно, почему в этой комнате нету двери. Как они могли забыть сюда просто дверь воткнуть? Ну, блин, ну, просто дверь сделать и все. Не пойму, что сложного. Так, смотрим дальше, что у нас есть. Газета. Погнали. Последние новости. В газетах рассказывают о том, что происходит во всем мире. О спорте, текущих событиях, политике и многом другом. Мы сообщим вам новости в следующем выпуске журнала Эволюция. Подписывайтесь на журнал Эволюция. Ставьте лайки. Газета. Качаем. Дальше идем. Оптика. Качаемся. Оптику. Обладает новыми знаниями о физике. Мы открываем законы, управляющие поведением и свойствами света. Далее у нас вычисления. 575 тысяч. У меня, как бы, из этих очков, как они, очки развития, очки знания. Я не помню, как я их уже называл. По-моему, знания, да? Это у нас очки Эволюция. Это очки знания. Вычисления. Качаем. Математическое исследование непрерывных изменений. Мы учимся рассчитывать темпы изменений и стремимся к дальнейшим открытиям в области науки, техники и экономики. Биология. Изучение жизни живых организмов. Мы начинаем понимать, как работают наши собственные тела и животных, и растений вокруг нас. Так. Вычисления, кстати, нам дает доход за клик. Оптика. Научную революцию на 25%. То есть, вот это вот. И биология нам дает средневековье 100% эффективность. Но у нас сейчас 45 тысяч в секунду. Если мы вкачаем 46, ну то есть, типа, мало очень дает нам научная революция. А если, например, век открытий качать? Вообще какие-то копейки. А если средневековье? Тоже мало. Ну то есть, выгодно сейчас качать научную революцию. Так. Винтовки. О, тут хорошо. Уже погнали. Недавно разработанное огнестрельное оружие для точной стрельбы. С улучшенной меткостью и стабильностью мы становимся еще лучшими охотниками. И даже лучше убиваем друг друга на поле битвы. Ну, конечно. Пастеризация. Французский химик Луи Пастер обнаружил, что кипячение вина убивает бактерии, которые заставляют его портиться. Применяя этот процесс к молоку, мы обнаруживаем один из наиболее эффективных способов обезопасить нашу пищу от бактериальной инфекции. Качаем пастеризацию. У нас в школе была такая шутка на уроке физики, что типа, ну, есть же три закона Ньютона, а есть еще четвертый. Это тело, зажатое в углу, не сопротивляется. Вот, понимаете, как хотите. Паровой двигатель. Новый многообещающий источник энергии, как для транспорта, так и для производства, мы находимся в веке угля и пара. Промышленная революция уже здесь. Ну, пока еще не прямо здесь, вот уже вот тут, вот где-то рядышком. Провозы заменяют лошадей и машины начинают выполнять тяжелую работу. Так. Закон всемирного тяготения. Еще одно открытие сэра Исака Ньютона. Все вещи с массой или энергией притягиваются друг к другу. Это учит нас к тому, как физическим объектам придается вес и как работают приливы, а также закладывает основы для большей части физики. Научная революция 25% всего лишь. Ну, хотя если качать, 24, ну, 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 типа, 56, ну, типа, 57, 58, 450, 59, чего, блин? Что-то как-то много оно качается. Ну, ладно. Состав света 23 миллиона. Мы открываем различные элементы, из которых состоит свет. Кто бы знал что-то, что мы считаем само собой разумеющимся, может быть... Так, еще раз. Мы открываем различные элементы, из которых состоит свет. Кто бы знал что-то, что мы считаем само собой разумеющимся, может быть настолько сложным. Так, ладно, качаем состав света. Паровоз. Двигатель, который тянет поезда. Создаваемый нами двигатель все сложнее и сложнее, чтобы приводить в действие еще более крупные транспортные средства. Так, ну, теперь переходим в промышленную революцию. О, отлично. Горожане становятся потребителями и требуют товара массового производства. Бенч. Паровозик. Это где он у нас стоит? Это какая-то новая комната у нас? Да, это новая комната. Тут у нас стоит паровозик. Так. Давай, наверное, его сразу качнем. Ну, типа до, не знаю, 20, например. Вот так пускай будет. Погнали. Лампочка. В древние времена наша жизнь была продиктована движением солнца. Свечи могли немного рассеять тьму, но не больше. С электрическим освещением мы можем превратить ночь в день и больше, чем когда-либо прежде мы можем контролировать наш ритм жизни. Молния. Застежка, которую используют связующие зубцы для соединения краев ткани. Ткацкий станок. Создание одежды. Трудоемкий процесс. Но теперь мы можем сплести нити в ткань. Кто знает, может быть однажды какой-нибудь механический ткацкий станок сделает работу за нас. Азбука Морзе. Используя этот код точек и тире, мы смогли передать текст по телеграфу. Теперь мы можем отправлять сообщения друг к другу на большие расстояния почти мгновенно. Общение никогда не будет прежним. Завод. Промышленная площадка или комплекс, где рабочие производят товары. Теперь мы можем обрабатывать большие объемы материалов и выпускать продукцию с большей скоростью. Качаем. Морфин. Нет больше боли при операциях с морфием. Мы можем обезболить себя до блаженства. Только не принимайте слишком много. Это волшебное лекарство также является одним из самых сильно вызывающих привыканий веществ, известных человеку. Качаем. Химия. Научное исследование атомов, элементов и молекул. Химия позволяет нам синтезировать новые соединения. Мы изобретаем все новые вещества с миллионами применений. Качаем. Блин, еще очень много очков на самом деле. Радио. Передатчик и приемник с правильным оборудованием, используя радиоволны. Теперь мы можем отправлять и получать сообщения за несколько миль, когда дошло до массовой коммуникации и развлечения. Мы вступили в новую эру. Механический ткацкий станок. Эй, ты знаешь, за нас работает механический ткацкий станок. Производство пикселя полностью автоматизировано. Качаем. Телефон. Не нужно писать письма. Теперь мы можем позвонить нашим друзьям, семье, коллегам и врагам. И поговорить с ними напрямую, неизвестно, если от того, находятся они близко или далеко от нас. Качаем телефоны. Атомный век. Так, перфокарта. С перфокартами информация теперь может быть сохранена и обработана для последующего использования. Обычный инструмент для сбора данных о выборах и переписи населения. Перфокарта создает предпосылки для еще более мощного инструмента будущего компьютера. Качаем. Фотография. Для фотографий единственным способом захвата изображения были живопись и рисование. Но теперь новые механические процессы позволяют нам быстро сделать фотоснимок, изображение. И эти снимки могут храниться веками. Качаем. Общий наркоз. Это что тут такое изображено? А, все, я понял. Это типа человек, это маска на нем, это его маску держит рука. Все, я понял. Что-то хрень какая-то непонятная. Анестетики. Химические соединения, которые вызывают обратимую потерю сознания у людей. Операции теперь безболезненные. Врачи могут спокойно работать с неподвижными пациентами, которые будут свободны от травмирующих воспоминания об операции. Пиши в комменты, тебе когда-нибудь делали операцию. Молекулярная биология. Имея возможность исследовать на бесконечно малом уровне, мы открываем двойную структуру спирали ДНК и другие секреты молекулярного мира. Качаем. О, не мое кино. На шаг впереди от неподвижной фотографии. Теперь мы можем захватить изображение объектов в движении, воспроизвести его для нашего развлечения. Конечно, мы пока не можем записать звук, но это только вопрос времени. Первый шаг к ютубику. Так, полеты пока не будем трогать. Фонограф давай изучим еще. Фонограф позволяет записывать и воспроизводить звуки. Музыканты, актеры и ораторы все удивляются тому, как их голоса путешествуют по миру отдельно от них. Тоже качаем. Вот. И таким образом мы с вами доходим, ребят, до атомного века. Атомный век, я думаю, мы пока оставим. Оставим еще небольшое количество ресурсов на следующий выпуск. Если этот ролик соберет 30 лайков, либо в комментах будет очень много просьб продолжить, то я с удовольствием продолжу. Ну, а с вами был Корвид. Не забывайте про подписки, про лайки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok